Михайлович, прошу представить следующего докладчика вас. У меня перед рукой, к сожалению, нет программы. Нет программы? Ну хорошо, тогда я. Я это сделаю за вас. Спасибо. Спасибо, Алексей Михайлович. Следующий доклад. Докладчик Калинин Алексей Евгеньевич, старший научный сотрудник абдоминального отделения онкологического центра. Предварительные результаты рандомизированного исследования переоперационная химиотерапия в режиме фолфиринокс в сравнении с режимом флот у больных операбельной аденокарциномой желудка или кардиозофагиального перехода. Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги. Спасибо большое за возможность выступить. Мы представляем предварительные результаты рандомизированного перспективного исследования по сравнению двух режимов переоперационной химиотерапии. Это режим флот фолфиринокс. У больных раком желудка или кардиозофагиальным раком. Как вы знаете, переоперационная химиотерапия на сегодняшний день является стандартом комбинированного лечения больных раком желудка в Европе и США. В России это рекомендуемый режим, вариант лечения. Преимущество системное воздействие на весь объем опухолевого процесса. Мы выявляем пациентов с агрессивным течением болезни, которые прогрессируют на фоне химиотерапии. И, скорее всего, это больные не кандидаты для хирургического вмешательства. Определяем эффективность выбранной схемы химиотерапии до операции. Проводим в запланированном объеме максимально эффективную химиотерапию до хирургического вмешательства, независимо от послеоперационных осложнений, течения послеоперационного периода и длительности реабилитации. Увеличиваем частоту R0 резекции общую безрецидивную выживаемость. Наиболее эффективным режимом переоперационной химиотерапии на сегодняшний день является режим FLOT. Это было показано в немецком исследовании, рандомизированном. Несколько слов о факторах прогноза выживаемости больных операбельным раком желудка, который получает неодевантную химиотерапию. Я специально останавливаюсь на факторах прогноза в такой ситуации, потому что, говоря о предварительных результатах нашего исследования, мы как раз коснемся вот этих вот факторов. По данным достаточно крупного метаанализа, который включал 17 исследований, более 3000 пациентов раком желудка, которые получили перед операцией неодевантную химиотерапию, было установлено, что наиболее благоприятным прогностическим фактором является полный лечебный патоморфоз опухолевого процесса. Причем это не зависит от исходной клинической стадии заболевания, от глубины инвазии, либо поражения регионарных лимфоузлов. Далее наши коллеги из МД Андерсон в своем исследовании установили, что полный лечебный патоморфоз метастатически пораженных регионарных лимфоузлов является тоже благоприятным фактором прогноза, независимо от исходной клинической стадии заболевания. В нашем центре с 2019 года проводится проспективное рандомизированное исследование по сравнению двух режимов переоперационной химиотерапии. Это режим фолфиринокс и режим флот. Четыре курса химиотерапии до операции и четыре курса после. Критериями включения больных в исследование являются следующие. Это больные операбельным раком желудка или кардиоэзофегальным раком второго-третьего типов по классификации Зиверт. Опухоль должна прорастать в сирозную оболочку желудка или независимо от глубины инвазии опухоли больного должны быть выявлены метастазы в регионарных лимфоузлах. Статистическая гипотеза. Для увеличения пятилетней общей выживаемости с 45 до 57%, альфа-ошибки 0,05% и мощности исследования в 80%, нам необходимо набрать 538 больных в исследовании. В качестве первичной конечной точки мы используем пятилетнюю общую выживаемость, вторичные конечные точки – это пятилетняя безрецидивная выживаемость, частота полного лечебного патоморфоза, читая R0 резекции. На сегодняшний день в исследовании включено более 100 пациентов. Однако на сегодняшней конференции мы расскажем о тех больных, представим результаты лечения тех больных, которые завершили лечение. Это 53 больных. Мы видим, что в основном это мужчины с локализацией опухоли в желудке. Как правило, опухоль прорастала субсирозной или сирозной оболочкой желудка, и в подавляющем большинстве случаев это больные с поражением регионарных лимфоузлов. Это больные диффузным или кишечным типом по классификации Лаурон. Примерно у 1-3 больных был выявлен перистемидоклеточный компонент в опухоли. Итак, завершили все 4 курса химиотерапии перед операцией. 86% больных, которые получили химиотерапию по схеме ФЛОТ, и 92% больных в группе Фулферинокс. Начали химиотерапию после операции 76 и 79%. Получили же все 4 курса химиотерапии после операции 66% и 58% соответственно. Вы видите, что в целом цифры сопоставимы. Профиль токсичности был управляем, как преимущественно представлен гематологической токсичностью в обеих группах, в частности нейтропении, что требовало назначения колоннестимулирующих факторов и удлинению межкурсовых интервалов. Касаемо хирургических вмешательств. Хирургическое вмешательство среди больных, получивших химиотерапию по схеме ФЛОТ, выполнено в 86% случаев. 14% к сожалению не были оперированы, хотя изначально эти больные были информированы о всей схеме лечения, и мы достаточно тщательно пытались их уговорить, но к сожалению не удалось. В группе Фулферинокс 96% больных были оперированы. Как правило, выполняли операцию в объеме гастроктомии. Среднее количество исследованных лимфоузлов составило 28-27% в группах ФЛОТ и Фулферинокс. Р0 операции выполнено в группе ФЛОТ в 86% случаев, напомню, что 14 больных не были оперированы, и в 92% случаев в группе Фулферинокс. Частота полного патоморфоза первичной опухоли составила 7-8% в обеих группах. Частота полного патоморфоза всего опухолевого процесса и первичной опухоли метастазов в регионарных лимфоузлах составила также 7-8%. Примерно у 1-3 пациентов наблюдался полный лечебный патоморфоз в регионарных лимфоузлах. При медиане наблюдения в 15 месяцев медиана безрецидивной выживаемости не достигнута, однако мы видим, что кривые не расходятся. Медиана общей выживаемости также не достигнута, а результаты сопоставимы. Мы решили сравнить небольшие предварительные результаты нашего исследования с результатами немецкого исследования профессора Альбатрана с коллегами. Завершили 4 курса химиотерапии сопоставимое количество пациентов, 92-86% пациентов в нашем исследовании и 90% в немецком исследовании. Начали химиотерапию после операции в адювантном режиме на 15-20% больных больше в нашем исследовании, чем в исследовании немецких авторов. Получили все 4 курса химиотерапии после хирургического вмешательства на 5-7% больше больных в нашем исследовании, чем в немецком исследовании. После операционной летальности частота R0-резекции были также сопоставимы, а вот частота полного лечебного патоморфоза опухолевого процесса в нашем исследовании среди наших пациентов была в 2 раза ниже, чем в исследовании немецких авторов. Эту разницу мы объясняем тем, что исходно в немецкое исследование включали больных с более ранними стадиями заболевания, начиная с первой B стадии заболевания. Режимы переоперационной химиотерапии флот и фолферинокс являются сопоставимыми по переносимости в частоте достижения полных патоморфозов опухолевого процесса. Безусловно, это небольшое количество пациентов, и делать какие-то скоропостижные выводы в целом, конкретные выводы или в целом о выживаемости достаточно преждевременно. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Евгеньевич.